Привет зрителям! И совсем чуть-чуть остается хлопья плавала. Может быть это даже последняя неделя завтрака. Я во вчерашнем завтраке, который вышел сегодня, точнее вчера еще, наверное, вчерашний завтрак, который вышел вчера, я наверное всю эту засыплю, потому что тут, в принципе, мало было, но как раз тут на один раз. Начинала я с менее-меньше порций этих хлопьев, и сейчас просто как-то засыпаю больше. Хлопья, кстати, можно купить новая, берется от 100 до 130 рублей. Это Аллайт от Новопродукт. Ну, вообще, это Бианова, на самом деле. Бианова, вот она тут есть, но Бианова выпускает Новопродукт. Да, Новопродукт АГ, Московская область, город Подольск. У меня в Подольске есть одна виртуальная подруга, у нее был вчера день рождения. Тут 300 грамм. Это у нас хлопья с яблоком, это всякие хлопья цельнозерновые, хлопья кукурузные, кукурузная крупа, сахар, соль, изюм, ядр, семян подсолнечника и яблоко сушеное. Еще в кадре просматриваются остатки бытия тоже Бианова, можно найти на вайбере с цикорией и женьшень, растворимый молотом. Тут 100 грамм, пакетик стоит от 100 до 150 рублей, как повезет по личной скидке. Молоко у меня козье, я покупаю 1,5 литровую бутылку за 150 рублей. Мне все равно немножко пролилось. Тряпочка Greenway для стекол, но можно ей и протереть стол. Сироп цикория тоже можно найти на вайпере, в пределах 300 рублей, тут 230 грамм. Я его добавляю в основном, когда пью цикорий. Ну, как-то бывает пару раз, что просто так его слопала. И еще у меня вот видно тут в чашке стоит кефир, ну, козья простокваша, со смесью жмыха из семян черного-белого кунжута, семечек подсолнечника и тыквы, а также семян темного льна, коричневого льна. Я потом это думаю тоже выпить. Так как жмых я делала в своем маслопрессе, монтаж на который еще не успела доделать, но фоточку его вы могли видеть в моем канале Телеграм или в Инстаграм. И даже шортсы, если смотрели, то видели его в действии, то я просто не знаю какая цена у жмыха на вайпере, саренозоне, на других маркетплейсах либо магазинах. Но вы можете просто взять, допустим, семена какие-нибудь, которые вам больше нравятся, и измельчить их, например, в кофемолке. Я читала комментарии, человек сомневается, что не жесткие или хлопья. Так вот, кукурузные хлопья довольно быстро размокают, если заливать горячим, ну или более-менее теплым молоком. А овчаные хлопья, мне кажется, тут используются те самые, которые, ну, не требуют варки, либо которые можно варить там одну минуту. Тоже довольно мягкие, потому что я тоже не очень люблю жесткую пищу в плане каш. А мне вот это вот нравится. Вообще из всего мне больше понравились вот всех хлопьев, что я пробовала. Яблочные хлопья. Так вот, никто особо не выразил желание на продолжение завтрака. Поэтому, скорее всего, этот плейлист будет законченный, когда у меня закончился продукт Робянова. Но если у кого-то есть желание завтрак отметить за мной и дальше побудем, то можете озвучить свое мнение в комментариях, ну и как-то приложиться. Например, подарить мне вот эти вот хлопья, заказав их на мое имя на базе зубы дачи вайберис. Либо какие-то иные хлопья. Я считаю, что это нормально, потому что, в принципе, я поесть-то могу и без камеры, это будет быстрее и не придется ни с кем разговаривать. А тут я и ем, как бы, и вы потом можете это посмотреть. Не зачерпывай большую ложку лёда, а то по подбородку будет печь. Сегодня у нас табуреточка занята, она не лежит пакетик с двумя килограммами. Давай отсюда. Семян конопли, которые я хочу пустить на масло. И пакетик еще со смесью семян другой фирмы. Давай. Ты сейчас уронишь, мне тут что-нибудь. Я же чайник не поставила. Ну, в принципе, я могу сейчас налить молока и сделать курие на молоке. Либо поставить чайник, пока я буду пить кефир. Сиди. Тебе вчера прилично мясо перепало. Зритель, я вчера делал такое вкусное мясо. У меня есть спицы от Гриши из Карелии. Тону. Вот они. Тут есть перец с друссникой. У меня был окорок слюной для стости кусок. Я купила вчера где-то почти на килограмм. Вот где-то грамм 400 у меня было. Располовинила его. Пакет для выпечки соли. Вот эти спицы. И жмых черного тмина. И вот жмых черного тмина, он по вкусу дает несколько иной, чем сами семена. Более вкусно получается. Это для тех, кто, допустим, плохо переносит сам черный тмин. Вот этот его вкус. Я думаю, сегодня нужно сделать, обвалять, используя жмых как панировочные сухари. Обвалять это мясо в этом жмыхе. Посадить уже без спицы сделать. Без корейских. Потому что вчера что-то немножко с перцем переборсило. Куплю сегодня еще пакеты для выпечки. Ну, рукава эти. Потому что мой силиконовый мешочек для выпечки и тесто пока что занят. Я делаю там мясо и бульончик такой вкусный выходит. За счет минимального количества специй. И жмыха семян черного тмина. Конечно, можно сделать серию обедов, но у меня не всегда получается записывать обеды. С завтраками как-то это легче. Мне, конечно, нифига получается записывать завтраки. Но завтраки мне удобнее записать, допустим, чем обеды. Так что, если кто-то хочет, то я, в принципе, не против. Было бы чем завтракать. Поэтому вы можете либо мне задонатить на завтрак. Я даже для одного человека согласна записать видео. Потому что кому-то потом, может интересно, вот сами еще кто-то посмотрит. Да, вот стрим для одного человека я не согласна делать. А завтрак я могу записать, если будет донат. У меня вот вы можете задонатить, где-то будет облачко. Типа, подержи ленку. Либо просто заказать на база зон вайберис подобные вещи, продукты. Не обязательно от бианола. Тоже какую-то овсянку. Например. Единственное, что, допустим, на манго у меня внезапно аллергия. На какой-то сорт манго нет, на какой-то есть. Поэтому, если вдруг что, то с таким лучше не рисковать. Я сама сейчас стараюсь не покупать манго. Потому что я, честно, сама не помню то ли зеленый, я воспринимаю нормально, то ли красный. Кошка, куда идем? Сейчас прервусь ненадолго, поставлю чайник. Пока чай не греется, я пошлю кефира. Я в стриме показывала вот это вот счастье. Я тут несколько дней его не пила. И вчера у меня случился по разным обстоятельствам приступ. И вот надо вот хоть сегодня, что ли, сейчас лопать эту капсулу. Так-то мне подружка, которая дочка потомственных врачей, сказала, что магний надо лучше пить вечером. Но так как я иногда пью магнезию в сыром виде, то, я думаю, после приступа, я вчера так что-то не выпила эту капсулу, можно это сделать и сейчас загустела. Я пока добавлю в чашку токурет. Ну у нас не без кошки, давай отсюда. Вот же хулиган, а! Ну шо ж ты за нахрен такой? Зачем ты лазаешь все время так? Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Жук наводников. Непослушная совершенно кошка. Если будешь лазать на стол в том месте, я буду закрывать тебя в комнате. Потому что двери в кухне нет. Ой блин, не туда. Кто-то может поржать. Сейчас чуть было не случилась маленькая авария. У меня сейчас на микроволновке стоит Подставка под планшет. Она довольно тяжелая. Рядом стоит эта камера. И мы туда и полезли. Ваще как-то как. Даже не осознавая, что это все может упасть вместе с ней. В общем кошка пошла в комнату. Я принимаю комментарий на тему, как же так. Как хорошо, когда кошка на столе сносит все на своем пути. У меня тут совсем чуть-чуть осталось. Учитывая, что немножко цикория никуда капнула. В общем, цикория тут осталась буквально на два раза. Завтра цикорий мы попьем с вами в последний раз. Этот самый. Стоять. У меня тут чуть-чуть просыпалось. Ладно. Размешаю. Попьють с горем кефир. Я хотела сюда масло вообще добавить. Какого-нибудь растительного. Вкусно взять кефир растительным маслом. Я вообще-то подсмотрела рецепт творог с растительным маслом на одном сайте. Я даже зарегистрировалась, чтобы просто не искать его потом по закладкам и по поиску. хлебопечка.ру Там довольно приличное количество хорошей информации, рецептов, обзоров на всякую такую кухонную технику. Ну и там, соответственно, была тема про маслопрессы. И про похожую на мою йода модель. И там девушка одна писала, что в фотке даже делала, добавляла, что масло растительное. Раф масло в творог. Я попробовала, думаю, ну как так вообще. А вышло очень вкусно. Я сейчас делаю творог с растительным маслом. Можно побольше налить даже растительного масла. Выходит, как вот если бы вы добавили там молоко или кефир. Кефир и молоко тоже в творог добавляем. В последнее время я делаю творог с чесноком, с петрушкой и укропом, с солью и каким-нибудь раф маслом. Ммм, внезапно вкусно. Даже слегка вкуснее, чем было. Так что моя рассеянность из-за вчерашней мигрени, которая вчера началась, сегодня еще не закончилась. Несмотря на все мои попытки от нее избавиться, я даже спала на колючем коврике. И сейчас после завтрака хочу прогуляться перед тем, как начать заниматься своими делами, рабочими в том числе. Так вот, из-за рассеянности я сюда положила цикория, но вышло очень вкусно. Нет ложки. Так же вкусно творог с медом и какие-нибудь раф маслом вместе. У меня там разморозился творог, еще вчера наверное досталась с балкона, потому что у меня там где-то минус 6 градусов в холодильник. Думаю потом сделать. У меня в морозилке как раз есть некоторая зелень. Я думаю не обязательно использовать какой-то кефир, если допустим вы не любите какой-то кефир, можно просто какой-то кефир использовать. Покупной в том числе. Добавить туда семена жмых от каких-то семян, либо из молотых какие-то семена. И добавить туда цикория, будет вкусно. Горень джиньшеня там вообще не ощущается, но оно как-то так гармонирует со всеми этими семенами. И добавить туда. Вчера мне дико хотелось маслинок. Но было такое жуткое состояние, что у меня физически не было силы идти до магазина. Я кинула в чартереги крич. Ну я же провела для вас все-таки полтора часа стрим, думаю. Могла бы чем-то иным заняться. Более полезным для себя. Думаю, кто ж не написала, кто готов подкинуть монетку на машинке Лёля. Лёля для вас всем сделала. И никто не изготовился. Я думаю, вот же. Следующий стрим проведу в следующем году из вредности. У меня как раз был крепкий сладкий черный чай с чайной ложкой вина из винограда домашнего из Берты. Мне привезла тетя как сувенир с лета, с начала лета. И хлеб черный с сыром, который в сегодняшнем завтраке, который вы сегодня посмотрели. Ну этот завтрак вы увидите завтра. Короче, завтрак, который вы посмотрели, какой сегодня в среду. Тот самый ларец с топлёным молоком. И, видимо, в чём-то в этом была нотка того, что есть в оливках, потому что в черных маслинках. Ну, черные маслинки, зелёные это оливки, да? Ну, короче говоря, в маслинках там может какой-нибудь железо или ещё что-то, что в них есть. Всё, меня просто попустило желание этих маслинок. Но у меня было мясо, я думаю, так вот бы к мясу маслинки. Ну, думаю, ладно, раз никто не хочет донатить на маслинки, то не обязательно делать молбанг с газом. Ну, молод же у меня зритель какой. Как стрим, так давай, а как монетку закинуть благодарной, да хрен. Это ирония. Я очень благодарна тем немногим, кто поддерживает меня подарками и монетками. Причащается, Юля. У меня тут где-нибудь что-нибудь есть, чтобы в воде накапать? О, у меня тут есть розовый чай. Я вчера заварила тут кипрей полуферментированный, садовые и дикие розы и мята с красным клевером. То ещё сочетание на самом деле. Я вчера что-то так захотелось его заварить, а когда я его заварила, я поняла, что мне сейчас... Ну, он как-то не будет сочетаться с клетким сладким чёрным чаем. Причём мята тут, по-моему, такая. Что-то типа перечной. Я не помню, кто меня угощал в этом году. Перечная мята просто в том месте, где раньше росла. У меня туда сейчас нет доступа, деревня. Мне кажется, что она там больше и не растёт. Потому что у дома немножко сменились хозяева, хотя вроде всё те же люди. И пока у них жива была мать, и наша деревня, мой дед, который вот умер недавно, и бабушка моя, и наша семья, и я в том числе ей помогали, они с нами общались. А как только мать-то умерла, так ещё то, что сказала, умерший уже. Что как вещи у меня, говорит, её хранили, так нормально общались. А как она померла, так сразу и незнакомые стали. Вот он так и не успел до них доехать в этой своей жизни. Вот с молоком цикорий, если делать, очень вкусно настолько, что вот в принципе гореть джиньшеня притупляется за счёт молока. А если, ну тут где-то одна треть молока, а если делать без молока просто, то надо добавлять сироп цикорий или просто что-то сладкое, потому что цикорий джиньшеня, ну горчит за счёт джиньшеня прилично так. Ну это конечно на любителя, если вы допустим пьёте горький кофе без сахара и вообще без всего. Вот у меня подружка есть, она как мне говорит, я самый экономный гость. Я пью только кофе, ну просто вот водой таком залитый, без сахара, без молока. Горький чтоб он был. Мы с ней когда раньше в кафе в какой-нибудь заходили, она себе эспрессо заказывала или что-то подобное. А я капучино. Обычно я с сахаром пью, но последний раз, когда я пила в кафе капучино, это было в Ярославле, в Августине, я там как-то без сахара обошлась. Просто блинчики были со сгущёнкой, было и так сладко. И сахар был не на блюдечке, как обычно кусочками кладут на чашку, ну как на блюдечке с чашкой. А отдельно стоял, ну как-то я так подумала, не так сладко, куда ещё больше сладко. Ну а если вы как я всё-таки лучше немножко подсластить, то либо с молоком, если органин позволяет вот это вот. Ну просто не все вроде молоко воспринимают. У меня подружка, из которой вышел бы отличный хейтер, думающая, что раз у неё третий размер груди, а у меня нулевой. То у нас не один размер, 48. Потому что моя кофта 44 размера ей мала. Она не может молоко переносить. И когда она приходит ко мне, вот она может допустим кофе со сгущёнкой пить. Но кофе, чтобы разбавить место сгущёнки молоком, она не может. Органин не позволяет. Поэтому если вот вы любите чуть-чуть послаще, вас горечь, допустим, напрягает. Ну не всегда, конечно, она мне напрягает. Я худин вполне могу пить. Но цикория мне всё-таки хочется немножко сладенького. То сироп цикория очень, кстати, хорошая штука. Я вообще впервые узнала про сироп цикория благодаря Бианова. Ну и он вкусненький. Тут составят только вода и инурина. Инурина с корней цикория и вода. Содержится кора и естественное происхождение. Причём я раньше никогда не задумалась, что инурина сам по себе сладость даёт. Вот я покушал. Даже посморкался. Спасибо зрителям за просмотр. Ну и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok